Во Владимире состоялась ярмарка вакансий для граждан 50+. В ней приняли участие более 30 владимирцев. Цель мероприятия – познакомить граждан старшего возраста с вакансиями предприятий. На мой взгляд, сейчас среди работодателей сложилось стереотипное мнение о том, что сотрудники старшего возраста, ну, как бы не очень нужны. Хотя, мое личное мнение, эти люди еще могут украсить любую компанию, потому что обладают достаточным жизненным и практическим опытом. Своей вакансией представили четыре владимирских компаний, в том числе колл-центр. Здесь с удовольствием принимают на работу предпенсионеров. У них богатый жизненный опыт и высокое чувство ответственности. Они знают свои КИПА и показатели, они нацелены на результат. Естественно, это наиболее стабильная команда, которая старается работать, и не уходя ни на больничные, стараются не ходить. То есть, они заинтересованы в работе. А в Кольчугино для жителей старше 50 лет провели профориентационные мероприятия. Кольчугинцы смогли узнать о возможностях трудоустройства после 50 лет и о социуслугах. С гражданами 50+, центр занятости ведет работу постоянно. Мы разрабатываем индивидуальный план работы, также комплекс мероприятий в рамках мероприятия активной политики службы занятости для каждого гражданина. Также мы организовываем дополнительные мероприятия с привлечением партнеров и работодателей Кольчугинского района для содействия в решении данного вопроса. С 2019 года реализуется программа профессионального переобучения. Опытом участия в ней поделилась Лилия Кириллова. Она трудится на Кольчугинской швейной фабрике, а два года назад обучилась веб-дизайну и успешно применяет новые знания в работе. Я сделала сайт для столовой Кольчугинской швейной фабрики, я сделала визитку для Кольчугинской швейной фабрики, там специальная такая страница есть. В общем, расширила мои знания, соцсети – это уже без этого на сегодняшний день никакое предприятие, никто не работает, и вся наша реклама, конечно, ушла в соцсети. За помощью в Центры занятости может обратиться любой желающий. Предпенсионерам помогают составить резюме, учат успешному прохождению собеседования. Всего с начала года в регионе нашли работу 795 предпенсионеров. Сейчас на учете состоят более 2200 граждан предпенсионного возраста. Из них свыше 2150 имеют статус безработных.